приветствую анатолия который находится в жаркой албании и с каждым эфиром анатолий все краснее такое впечатление либо ты сгорел либо тебе за что-то стыдно нет наверно больше сгорел мне ни за что не стыдно и рады конечно видеть таляныча таляныч привет несмотря на твою загрузку очень очень признателен и анатолий что находит время пожертвовать там 40 минутами своего отдыха ну и тем что ты несмотря на загруженность работе все-таки находишь время присоединиться к нам мы в принципе мы с анатолием прошлый раз договорились просто пипец как и с яриком о прошлых поединках твое мнение по поводу диаса фортуны считаешь ли ты что фортуну ограбили я посчитал что на два раунда фортуна взял больше чем здесь конечно я считаю что я дал 116 114 я я так я на 2 раунда дал больше фортуны фортуна больше попадал да может быть не были такие удары как бы как бы такие кашечные как как у диаса такие видимые мощные но они видимо и мощным по телевизору может быть так а как их чувство фортуна это уже только он знает но если все закончилось 12 рангов значит не было ничего такого страшного из просто 10 нужно было я могу понять одну подуша диас поднялся из веса если бы он проиграл все ему нечего было делать в этом весе вы просто потянули за уши но дальше мы посмотрим если он будет так чтобы боксировать не все равно ему не будет ничего светить это так это временное явление пока он он с топами из этого веса не встретится чтобы его это самое поставили на место и все это временное явление это сделали так для того чтобы он в весь остался чтобы заработать деньги потому что если он мексиканец они хотели просто чтобы он там был в этом весь потому что если бы он проиграл все ну бы в этом весе нечего было ловить нужно было опять опять же спускаться вот ну в принципе в прошлый раз я был уверен в том что общем и сейчас уверен что общем хавьера а просто ограбили но анатолий как всегда паритка и политкорректно вот сказал что не выиграл но не проиграл то есть ничья заслуживает ну в принципе все мы прекрасно понимаем и прошлый раз мы с анатолием сошлись что общем диас более коммерчески выгодный проект нежели общем фортуна без рода то без племени парамиресу саливану баррери и танахара сэпеда есть что сказать посмотрите на хор очень хороший вот я не думал что он так будет это теперь в этом весе угроза для всех если честно если честно сейчас является угрозой для всех для того же биво того же даже бетербеева если бетербеев будет также как последнем бою ромирус его выиграть у него очень замечательный этого веса антопометрия он стойкий боец хоть он не такой зрелищный нет у него таких это самое нет никаких красивых комбинаций но он мощный боец он чем-то мне напоминает чарлу вот он такой вот именно стойки сильный мощный которого нокаутировать очень сложно которого переиграть можно но сюда же ты переигрываешь его все равно не можешь перед ним устоять оля он даже больше напоминает беновидеса мне даже кажется такого же крупного да он крупный он здоровый такой как фликовый такой боксер он такой мощный боксер я говорю если даже его на технику переигрывать он своей мощью берет и картинка боя показывается что он выигрывает даже если больше удара пропускает. Для судей его картинка боя выглядит более убедительной. Вот это вот тоже имеет фактор того, что он будет выигрывать дальше. Игру в этом весе сейчас очень интересно будет. Посмотрим, что будет дальше. Но он угроза для всех. И для того же Биева, для того же Бетербиева. Бетербиева стареет, мало боксирует. Если боксирует, то с Денисками. Я думаю, будет интересно. Ясно. Ну, в общем, довольно-таки жестко, в общем, как бы прошелся ты по полутяжелому весу. Я думаю, сейчас, в общем, как бы готовься, потому что получишь хайпа от этого вот, точнее неприятие от этих вот фанов Бетербиева. Как ты? Что он сказал? Да о чем там разбирается в боксе там? Не, ну Бетербиев пускай делает и дает Скадерва вместе. На самом деле ты все правильно сказал, потому что, в общем, как бы мы помним мы помним Бетербиева по его истории только с гвоздиком и все. А больше там кого-либо таких бойцов, что блин, он победил того-то. Нету. Ну, бог с ним. Еще был более-менее, который такой тоже мощник этот статурок. Сальмин. Сангличанин еще у Бетербиева был такой, который потряс Бетербиева. Ну, это был серб. Я не англичанин. Я не англичанин. Ну, бог с ним. Был англичанин, значит, был англичанин. У нас впереди уикенд, и у нас два вечера бокса. Вот. Первый вечер это будет в Бельгии, в Брюсселе, на короле, на стадионе короля Эдварда. И это будет ряд мельхи против Жанга Жаксина. Поединок за титул обыкновенного чемпиона мира по версии WBA в Крузервейте. Напомню, что Риат, Риат, Риат титул не завоевывал. То есть, титул обыкновенного чемпиона забрали у Бибута Шуменова. Еще одного яркого представителя того, как бабки могут сделать из человека чемпиона. Вот. И точно так же такая же традиция продолжается. То есть, по e-mail прислали ряду Мерди пояс и в принципе он должен был защищать, а я считаю потерять его успешно в поединке против чемпиона мира по версии IBO Кевина Лерина, который побил очень многих и Головашенко Рому, и Диму Кучера побил, и других бойцов не побил, просто переработал на здоровье. Но, увы, Кевин Лерина травмировался и нашли 15-го номера Жаксина Жанга. Вот. Кто-то смотрел его поединки из вас? Не нашел. Не нашел такая же история. Именно Жанга я не нашел. Поединков полно заходите на YouTube в строку поиска вверху забиваете оригинальное имя и находите как минимум 4 поединка. Вот. Посмотрите, боец высокий, он напоминает где-то где-то напоминает Тайсона Фьюри Джо Джойса, только очень сухой, ну, как китайец, очень длинный, как говоря, китайца, с пластилиновыми ударами, с пластилиновой техникой, очень крепенький. По сравнению с ним, конечно, Мерхи Мерхи просто, просто вот Флойд Мэйвезер как минимум. Вот. Ну, а поединки хоть Мерхи смотрели? Да. Смотрели. Что, что у Мерхи можно назвать такого выдающегося? Правый. Что? Правый. Джеб такой нестандартный снизу бьет Джеб. А так выдающийся ничего. Он просто в Бельгии очень известный. Странно, как вот про него так никто не пишет, но в Европе он очень известный. Особенно в Бельгии очень такой известный боксер. А сколько раз ты бывал в Бельгии? Я был в Бельгии, когда был во Франции, в Германии. Я работал в Франции, в Бельгии. Я жил в Сарбрукене на границе с Францией, с Бельгии. Отлично. И сколько раз ты слышал слово Риат Мерхи? Я работал с арабами, как бы. Я такого от него не слышал, и они не были любители бокса, они были любители кальяна. Кальяна. Сидит такое равно. Я-то сам не по боксу, я-то сам по кальяну. Если бы Риат Мехти был сборной кальянной республики Бельгии, я бы его сто процентов знал. А так моя по морду не получать, моя кальяна курить. В общем, Анатолик, мы поняли твою подноготную. То есть, как только ты оказываешься за границей, ты ищешь арабов и кальяны. Ни боксерских залов, ни футбольных полей, ни полей для этого вот гольфа там, сразу кальяны. Хорошо. Анатолий, ну а твое мнение по поводу Риада? Риада, Риада. Риада. Ну, смотрите, мне что бросилось в глаза, у него неплохая ручная скорость, он работает неплохо по этажам, умеет сдваивать печень, голова, голова, печень, то есть, работает справа, слева, иногда впускает сразу такой оверхенд правой рукой. Что у него такой большой минус, что я обратил внимание, при своей хорошей ручной скорости, он очень медленный на ногах. Вот это его, наверное, такой большой минус, который, наверное, стал причиной его одного поражения. Плюс, при этом все, что он, будучи выглядевший, державший хорошо руки высоко, вроде бы в стойке, когда идут атаки на него или контратаки, он начинает выглядеть несобранным и расхлябленным и пропускает достаточно очень много ударов. Вроде бы держит их, понятно, он еще не пробитый боксер, но вот эти удары стопами точно кажутся для него, я думаю, такими ключевыми и печальными в его карьере дальнейшей. Скорость ручная, еще раз повторюсь, классная, но вот то, что он на ногах как-то вот так медленно, вот тут он стоит, ноги не двигаются, руки кидает быстро, и он не может дать атаку, быстро сместиться, то ли там вправо, то ли слева, то ли даже отпрыгнуть назад с джепом, он просто кидает, кидает, остается и получает в ответку, и при этом получается, что за счет того, что он не собранно выглядит в защите, получает то же самое. Вот это то, что я увидел даже в этом поединке, который он проиграл, если я не ошибаюсь, армянскому французу, что-то типа того. Голумиряну. Да, да, да. Голумиряну. Голумиряну, да. Вот это я заметил в нем. Но так, в принципе, он неплох, но я не вижу его на сегодняшний день, скажем, стопами этого веса, с тем же Аколи, ну, Бредисом, который пока, как бы считается все-таки крузервейтом, он не есть еще супертяж, насколько мне известно. Ну и ребята, с тем же Дортикосом, я думаю, там тоже будут проблемы, так как этот парень хоть и тоже застаивается, но бьет он очень жестко. Если кто попадет, то, я думаю, будет печально. Но у него должен был быть поединок с Дортикосом как раз за ВБА Интерим, чтобы потом выйти на Бейбута Шуменова. Но Бейбут Шуменов как бы, в общем, кашлял, чихал, пукал, а вот до ринга никак не доходил. Я вообще удивился, что Бейбут Шуменов боксирует еще. Я сейчас, говоря, что-то упустил, но меня думал, он уже закончил, но он еще дальше уже выиграл. Нет, он, долгое время не был. Там была целая комендия, то есть в WBA Исмэнни Пакьяу, который с июня 2019 года титул не защищал, и Бейбут Шуменов. Там, в общем, была какая-то очень жесткая перетрубация, непонятно. Может, они протрезвели просто. Либо из кальянной вышли. Понимаешь? То есть люди вышли, вдохнули свежий воздух и думали, блин, епресса, у нас здесь такое творится в Крузервейте, в полусреднем весе, надо срочно... А что, у нас в этом весе есть люди? Да, 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 да. Ну вот. Поэтому и Бейбут Шуменов, и там сразу у нас получилось, что и получается, Сауль Альварес стал абсолютным, ну, суперчемпионом и Мехди. Ну, в общем, там натворили такое, что мама не горюй. Ну, в принципе... Юрий, я извиняюсь, они вообще интересно сами понимают, сколько у них там вот этих чемпионов, в этих весах, ну, это нереально, ну, это просто жесть, как это все проверить. Супер, голд, шмолд, в отпуске, почетный, пожизненный и так далее. Ну, я сейчас, я не понимаю, как это может быть. я думаю, я думаю, я думаю, что, понимаешь, опять же, там, как только они там курнули либо бухнули, блин, они смотрят, официант приносит счет. Они посмотрели, блин, не хватает. Как-то? Организовываем бой. WBA Gold. Опа, желающие, только они сказали, сразу им деньги бросили, они там, официант и бухают подальше. Пока, в общем, либо не выйдут подышать на свежий воздух, либо, в общем, счет не принесут. Ну, в принципе, все правильно, все правильно Анатолий сказал и Толик. И самое интересное будет посмотреть, как Жак Син, который, в общем, опять же, он очень непривычно бросает с дистанции удары. Они действительно как пластилиновые. Они нет четкого разгона. Ну, он, знаешь, такой, как рабочий крестьянский, там, бум, бум. И вот как вот с этим бумом будет справляться ряд, потому что он привык чуть-чуть оставаться на дистанции, вытаскивать соперника либо под контр-панч, либо дождаться того момента, когда соперник там немножко волки расслабит и быстро сближаться с ударами. То есть интересно будет посмотреть на этот поединок. Я не сомневаюсь в том, что, в общем, ряд победит. Все-таки в классе-то он получше. А если вот я посмотрел пять поединков Жак Сина и вот в последних раундах, то есть после пересечения экватора, видно, что он не может экономить силы. Он, если вот это бум делает, он делает это вот очень напряженно и быстро устает. Так что думаю, что поединок, скорее всего, продлится полную дистанцию в 12 раундов и Риат Мерхим впервые защитит титул, который он, собственно говоря, еще и не завоевывал в ринге. То есть это будет одновременно защита и завоевание. А кому Жанг проиграл? У него, по-моему, там одно поражение и есть 10 боев на профи-ринге и одно поражение, если не ошибаюсь. Жанг проиграл в 19 январе 19-го года Жулик Каеру Маи Маи Тали 10-1-1. Какая знака? Это китаец. Там у Жаксина, к сожалению, Жаксин ничего из себя такого не представляет. Если Мерхи просто соберется, станет компактнее, чуть-чуть быстрее на ногах, будет работать джебом, причем двойным, тройным джебом на сближении и вовремя загружать свою ударную правую руку, там Жаксину в общем как бы максимум 5 раундов хватит. Да, он же бьет неплохо, у него там достаточно досрочных побед, то есть он такой парень сложный, то есть главное попадать точно. И вот здесь просто как он будет проходить, то есть мы опять же должны понимать, что как Жаксин, если он опять же, то есть он чуть-чуть будет отыгрывать назад, то здесь Жаксину ничего придумывать не надо. Отыгрывай назад и просто бросайте свои удары перед собой. В любом случае, если не правой, то левой попадешь, не левой, так правой. Ну и плюс еще, если у него будет комбинация там правый-левый сбоку, правый там снизу, либо левый-правый и левый снизу, в общем 100% он будет попадать по мерхи. Но посмотрим. Ну бог с ними, разобрались с поединком этим, и у нас теперь вишенка на торте, то есть няшный, самый няшный поединок, где мы увидим шестого полного чемпиона мира, теперь уже в первом среднем весе. Это поединок между Брайаном Кастанья и Жармелом Чарло. Напомню, что Брайан Кастанья стал чемпионом мира по версии WBO, проведя поединок против бессмысленного Патрика Текшеиры. Я ожидал, что в общем Текшеиро будет, понятное дело, что бразилец, вот, не играет они в хоккей, ну, как-то он хоть что-то сделает, но, насколько мы помним, Брайан в этом поединке был просто королем, вот, просто красавчиком, и сможет ли он, я-то понимаю, что нет, но интригу-то надо нагнать, и поэтому я вас спрашиваю, по вашему мнению, сможет ли Брайан Кастанья, собравшись, подняв себя на высоту всех высот, погрузив себя в глубину всех голубин, простоять до середины боя в поединке против Чарлова. Анатолий, давай. Ну, я вам скажу, что я не сильно знаком с боксом в Кастанье, настолько, чтобы давать четкий наезд, но, насколько я вот знаю, то мне кажется, что Джермел должен у него выигрывать уверенно. В принципе, досрочно или не досрочно тяжело сказать, но Джермел набрал после своего такого, скажем, такой осенечки, после этого поражения, он вернулся, скажем так, сильнее, собрал уже кучу этих чемпионских поясов, и думаю, что на сегодняшний день Кастанья не тот соперник, который должен стать архиллесовой пятой Чарло, Джермелла. но для Кастанья, в свою очередь, это, ну, так возьмем, наверное, высоко уже, так возьму, это такой будет бой, как, ну, Рокки Бальбова не назову, потому что он все-таки известный боксер, но вот этот какой-то шанс показать свое, то имя, которое у него, в принципе, есть, оно известное, его знают многие, кто увлекается боксом, кто смотрит, следит за боксом, то есть это не новичок какой-то, кто это и что это, то есть его знает, он проводит бои, он неплохой боксер, и для него это шанс показать свою вот эту ретабельность чемпионства, и если он этот бой пролетит вообще без шансов, то он уже станет, скажем так, как по мне, вот таким и таким трамплином для молодых перспективных боксеров, которые на его имени будут делать свой авторитет, и вот он это должен понимать, понимать его команду, а сможет ли он, я не знаю, но больше я все-таки считаю, что не сможет, я думаю, Чарло его, у него победит, просто не готов сказать как, но думаю, что должен выиграть однозначно. Олик, а по твоему мнению, знаете, я все скажу, давайте сначала возьмем так, Кастанин, он ниже, чем Теофима Лопес, меньше на 10 сантиметров, чем Чарло, на 15-м там, антропометрия, руку Чарло больше, чем у него, кого выиграл Кастанин из сильных, это был Лара, это был этот француз, этот Соро, это был Тишьер, но Тишьер он такой, он был, не знаю, его сильным. Он, я думаю, не дурак, он понимает одну главную вещь, что все судьи боятся за Чарло, если даже будет бой такого уровня, что там какие-то раунды будут выигрывать Кастанин, а какие-то Чарло все равно те раунды, где Кастанин не будет уверенно их забирать, выиграет Чарло. Что умеет Кастанин? Он умеет прессинг делать, очень хороший, он идет вперед с блоком, то, что это уже хорошо. Чарло что не любит? Чарло не любит, когда его бьют, его прессингуют. У Кастанин есть шанс, я не согласен с тем, что у него нет шансов. Я даже дам прогноз на победу Кастанин по очкам. У Кастанин есть один минус, один минус, он не может нокаутировать, это мы видели Патриком Чешьерой, сколько он его бил, Чешьера устоял. То же самое и Чарло. Чарло тоже такой же высокий, ну не такой, как Кастанин, но я имею в виду, выше намного, чем Кастанин и крепкоголовый. Нокаутировать его не получится. Но, если он будет прессинговать постоянно, он будет забирать раунд. Я не вижу, допустим, я не вижу Чарло, как бы Чарло устоял перед его прессингом. Перед прессингом, Кастанин, но для этого нужно постоянно прессинговать, постоянно бить. Все раунды бить, все не останавливаются ни на минуту. Если Кастанин выигрывает, то ему нужно в Аргентине поставить памятник. Я думаю, Кастанин... Юрий, я с тобой соглашусь. У меня есть только два... Юрий, я чувствую, что... Да-да-да, Юрий, я чувствую, что мы в поделек с вами будем опять на эфире и Анатолий нам будет говорить, ну как я и говорил, и мы с вами будем опять получаться. Толик говорит... Если нет, я комментарий нам напишу. Два момента меня напрягло, Толик, в твоем спич. Первый, когда ты начал. У него там разница 15 сантиметров в росте, в руках там. На самом деле 171-171 это параметры рост и высота и размах рук у Кастанья и 180 рост Чарло и 185 размах рук. Вот. И в конце этого а если они начнут еще письками меряться, то здесь у Брайана Кастанья просто преимущество. Вот. На самом деле прессинг, смотри, то, что Брайан Кастанья создавал прессинг, он, кстати, не выиграл. У Лара там ничью разошлись. Вот. А то, что он выиграл у Мишеля Саро, так поверь мне, только и дурак не выиграет у Мишеля Саро. Просто Мишель Саро это раздутый персонаж французского фольклора. Сначала Красная Шапочка была, а потом Мишель Саро, а потом уже Арсен Галумерян. То есть все эти французские боксеры, это просто вот это сказка о мушкетерах. Вот. Дюма Пьяный написал три мушкетера. На самом деле, кто знает французскую историю, мушкетеры, в общем, как бы ходили с мушкетами и все. И все. И стреляли. Вот. Когда у них кончались патроны либо ломались мушкеты, они доставали тогда шпаги свои. Вот. Но бог с ним. На самом деле, почему Брайан Кастанья вот настолько смотрелся убедительно вот при прессингующем поединке против Текшейры? Да потому что Текшейра ни хрена не делал бы. Он становился под канатой. И единственное, что, в общем, Текшейра не мог сделать, потому что постоянно прилетало, он не мог сказать отшлепай меня нежно. Поэтому Кастанья, собственно говоря, и шлепал его мощно. У Чарло есть очень большое преимущество перед Кастанья. Дело в том, что если бы любой, мы знаем, что как бы ты ни шел, тот же самый Хавьер Фортуна и Диас, да, Диас пытался подойти с блоком, Хавьер очень четко, очень четко держал дистанцию, работая. Хавьер вообще в поединке против Диаса, это была просто бубочка. Он правильно все делал. И я думаю, Чарло, Чарло не надо искать конфликта, ему не надо лезть вперед. Он будет просто то же самое, что делал его брат Жармал в поединке против того же самого Морелла, да, против Деревянченко. То есть, с дальней дистанции нанес пару ударов, отошел, нанес пару ударов, отошел. И будет постепенно накапливать, там высматривать, может где-то под левый локоть что-то сунуть. Вот. Но, то, что мы видели, Брайан Кастаньев и Патрика Тейкшеры, ни в коем случае не будет. Чарло не надо застаиваться под канатами. Он будет очень хорош на ногах. Я не верю в то, что, в общем, Брайан Кастанье проиграет нокаутом. Для Чарло здесь важно завоевать четыре пояса. И пофиг, как это будет. Хоть разделенным решением судей, хоть единодушным, но и самое главное завоевать. И я думаю, что Брайан Кастанье психологически готов к тому, что он с титулом расстанется. Дай Бог, чтобы он расстался за очень хорошую денежку. И это будет для него, собственно говоря, хороший поединок. Если Брайан Кастанье проведет его еще ярко, зрелищно, вот это будет для него вообще такой респект, который, как и Сергей Деревянченко, подтянет к топам. И теперь уже кто хочет выйти на чемпионский поединок, ему скажут, слышишь, братишка, ты сначала Кастанье победи, а потом уже думай о Чарло. Вот мне кажется, что где-то так вот оно будет. Но пройдет самая дистанция. Мне кажется, что Чарло, как именно вот по опыту, боксер все-таки посильнее, у него IQ получше, он более разнообразный и опыт, вот это то самое ключевое, которое, как вы правильно сказали, он знает, что ему надо делать с таким соперником. Он точно не будет бездумно боксировать и, как вы правильно сказали, ему нужен этот пояс и задача будет максимум результата минимальными потерями сил. То есть, он будет работать с дистанцией и он умеет это делать, он может это делать, у него хорошая скорость, он и бьющий, он может еще где-то и засунуть так, что может где-то и пошатать. Я тоже больше склоняюсь к тому, что будет 12 раундов, но я не сомневаюсь в победе Чарло. Вот и все. Толик, твой прогноз. Чтобы мы потом чувствовали себя не в своей тарелке. я просто, может быть, здесь я призятый к Чарло. Мне нравятся оба брата, но мне Казан нравится больше. Казаня по любителям выиграл у Спенса. Он выиграл по полу профессионала, выиграл у Деревячника. Он был очень, очень хорошая история в Багдорске. Я болею просто за Казаня. Я хочу, чтобы он выиграл. Он такой зрелищный боксер. Он намного зрелищнее, чем Чарло. Я хочу, чтобы в боксе была зрелищность. Я хочу, чтобы он выиграл по каждому зрелищному бою. Так, я буду болеть за ним и Деревю прогноз на Казаня. Сколя, меняйся в понедельник в любом раскладе, чтобы ты был на эфире, чтобы ты нам эту фразу сказал. Мы готовы ее принять, если так будет. Ты знаешь, я тебе честно скажу, Толик, я пару раз фотографировался возле реального болида Формулы-1. Но я никогда не сидел за рулем. Не, я даже скажу тебе честно, я сидел за рулем, но я никогда на нем не ездил. То, что было по любителям, это как по малолеткам, не считается в мире реальных. Я согласен, ну все-таки, Вот. На самом деле, я жду о том, что, в общем, Кастанье несколько раз может спрутнуть. То есть, поединок будет, ну, мне кажется, в среднем темпе. То есть, для Кастанья понятно, что чем он больше будет давить на Чарло, тем он больше будет пропускать навстречу, да еще и в ответ, когда Чарло может его бахнуть, чуть-чуть приостановить и тут же добавить. Поэтому Кастанья, все правильно, скрывшись за блоком, где-то высматривая, он будет ждать момента, когда может нанести свой удар, а то и спрутнуть хорошо, когда Чарло максимально расслабит булки. И вот как только, вот, я думаю, что два-три момента, где Брайан Кастанья сможет выставить и Чарло Жермелла, как Монтиэль, как Монтиэль выставлял иногда, в общем, дураком Жермелла, Чарло, так и Жермел может, я уже запутался в этих Жермеллах, Жермелла, Чарло, да, Жермелла, Чарло, так и Брайан Кастанья, Жермелла, Чарло, тоже может выставить нескольких моментов. Но, в общем, Жермел, Чарло будет собран и Брайан Кастанья, у Брайан Кастанья, ну, как он может победить, да, то есть, ему реально нужно просто настолько сильно сунуть первую плюху, чтобы подзаморозить, подраскрыть, собственно говоря, Чарло, и постараться продолжить, доработать, просто доработать до канваса, до там большого количества безответных ударов, чтобы рефери остановил. Чарло, задача очень просто, просто выигрывать по очкам. И ситуация такая, что Хавьер Фортуна нанес больше силовых ударов, больше точных ударов, но победу отдали Диасу, и здесь точно так же может получиться все. Самое главное, что все мы прекрасно понимаем, что победа Чарло и четыре чемпионских титула, это куда более выгодный дешевт, чем победа аргентинца. Хотя аргентинец может сказать, я победил, повторив победу, в общем, как бы в Копа Америка, Аргентина над Бразилией. Вы знаете, в последок этой истории, как вы говорили про болит, когда-то у нас в Западной Украине любят говорить, что я когда-то в молодости коня поднимал, говорят, и что? И не поднял. Таким вот тут. То, что он там делал, это было когда-то, никто об этом не знает. Посмотрим, что будет делать здесь. Но бой имеет интригу, это уже интересно, потому что Кастанев имеет имя, он интересный боксер, и в этом как бы уже заключается для Чарло какая-то интрига, что это не безызвестный какой-то там чувачок, а именно парень с именем, с каким-то рекордом своим репутацией. Ну, мы просто ждем, прежде всего, мы понимаем прекрасно, что в этом поединке все зависит от того, что собирается делать Кастанья, и в принципе, я бы, если бы, допустим, меня Кастанья там спросил, что ты пожелаешь мне? Я бы сказал только одно, удиви меня. Просто удиви меня. Вот. Теперь к вам вопрос. Ребята, скажите, пожалуйста, а знаете ли вы такого боксера Рилеван Бабатунде? Рилеван Бабатунде? Я не знаю. Я не знаю. Не знаю, не слышу. А вы что, ребята, ну прекратите. Ну, как это вы не знаете Рилевана, Аудоделеве Бабатунде? Может, у него какое-то другое имя на ринге? Нет, Бабатунде, он и в Африке Бабатунде, и в Украине Бабату. И если даже в Молдавию приедет, он тоже будет Бабатунде. Не, я не знаю. Понимаете ничего, да? Блин, вы, вот честное слово, ребята, вы были последние люди на земле, которые помогли бы мне понять, кто же такой соперник Дмитрия Митрофанова. Второй вопрос. Что такое Дмитрий Митрофанов, да? Нет, Дмитрий Митрофанов, я-то знаю точно, не знаю, или Анатолий знает, Нет, это Яко Анатолиев, скорее всего, вопрос. Ты у нас это вот, тебя на макине не проведешь, Анатолий. Так, Толик, соберись, максимально. Кто такой Дмитрий Митрофанов? Тот, который мы обсуждали один раз, который сказал, что его бои можно смотреть только в пабе, да? Который так, боксирует так, не очень-то зрелищно, да? Украина, да, Дмитрий Митрофанов? Ну, в принципе, да, но не только в пабе. Не только в пабе, как оказывается. Да. Вот, на самом деле, это у нас, как бы, должен был разбирать третий вечер бокса, вот, который состоится в эту субботу, но я понял одно, этот вечер, этот день, то есть вечер субботы, я проведу дома за грунтовкой стен, питоноконтактом, для того, чтобы положить плитку и просто грунтовкой, чтобы, в общем, как бы начать шпаклевать, выравнивать стены под покраску и обои. Я думаю, что это будет самое ценное время провождения в субботу вечером, потому что ближе к ночи нас ожидает ряд миги и, в воскресенье рано утром, чарлом, Брайан Кастанья. Так что мы встретимся в понедельник, Толик, я надеюсь, что у тебя получится с работы, то есть смотри, ты завтра на работу? Завтра и послезавтра. То есть, четверг, пятница ты на работе? В субботу дома, в понедельник опять на работе, в воскресенье. Блин, морской. Дай мне телефон своего начальника, я с ним поговорю. Да, сейчас такое время. Сейчас такое, к сожалению, да, такое время. Тем не менее, спасибо, что нашли возможность. Анатолию, тебе качественного отдыха, Толик, тебе отдохнуть перед работой и берегите себя. Всего доброго, ребят. Спасибо вам. До свидания. До свидания.